Добрый день, сегодня 29.09.2017, поехали! Я вот сегодня опять хочу такую вот тему двух генералиссимусов Джугашвили и Суворова, да, какой настоящий, какой батафорский. Давайте вот разберем, и вот поскольку у меня в форме диалога я вот возник такой заученный спор с господином Мироновым, бывшим министром печати, имеется ввиду Бориса Миронова, да, потому что их почему-то много, еще второй Миронов есть, вот, бывшим министром печати, который, значит, вот, папа открыто встал на сторону бандеровцев, на то, чтобы надо, что льется да и кровь внуков полицаев, вот, у него вот эти вот переживания вот по этому поводу. У меня тоже, конечно, есть переживания, но у меня за убитых этими полицаями женщин в Донецке в результате бомбежек, в результате этого. Я хотел бы, конечно, напомнить господину Миронову, что Донецк ни бомбит, ни обстреливает, ни Киев, ни Днепропетровск, ни какие-то другие города, да. Ну, вот, частный случай, там пробовали, один снаряд прилетел в Мариуполь, пробовали это повесить на ДНР, ну, вот, почему-то там вот оказались неудобные кадры, там какой-то ЦРУшник, он по-английски заговорил, потом побежал куда-то. Вот это вот, знаете, на месте падения вот этого реактивного снаряда, вот это вот, конечно, уже всю картину испортил, смазал. Но я хочу сказать, с кем же оказался господин Миронов по одну сторону, с к чьей же он интересен. Как ни странно, господин Навальный, который заслужил тысячу от него проклятий, обвинений, вот сегодня они с господином Навальным абсолютно вместе. И если, и даже позиция господина Навального более либеральная, потому что он говорит, пусть эти крепостные русские еще раз проголосуют. Будем голосовать до тех пор, пока не получим нужного результата. Вот, ну, я вот хочу на этом митинге, Сергей, значит, ну, у нас сегодня господин Навального есть же по светлый образ, как борца с коррупцией, какой в свое время был у Бориса Ельцина. И там, если у кого отшибла память, может быть, там школьники вообще могут не знать, что у него была такая книга «Исповедь на заданную тему», где многое, что писалось, действительно, там и была и коррупция, ну, и прочее, и прочее, вот, что все это, правда, было потом умножено на пять. И там была, вот, где у Ельцина там описано, да, там была масса безобразия, супер, которая, вот, прецедентов в мире не знает. Ну, господин Ельцин потом все это... А как-то книгу свою он забросил потом. Он ее даже куда-то засунул в ящик и не вспоминал, так сказать. Я хотел бы обратить вот внимание, и вот в ходе дискуссии, ну, он, Сергей, там ставил какие-то, ну, достаточно трудные отношения. Он говорит, а вот как вы относитесь, что Ротенберг строит... Строит мост в Новосибирске. Вот, ну, Сергей сказал, я не готов, я вот не знаю, кто там строит мост, кто такой Ротенберг и тому подобное. Ну, действительно, такая может быть ситуация. И все же человек должен и может знать. Но вот откуда вот такой поток секретной экономической информации, которая, вот, я не знаю, вот как... Вот она потоком льется просто. И вот есть два таких утверждения. С одной стороны, как мне кажется, вот реальное, что его снабжают спецслужбы западные, да? И с другой стороны, что это вот какой-то работает предвыборный штаб, но мало ли опытных адвокатов работают. Много у нас как бы работают за деньги, но бывает часто опытнейшие люди вступают и за народ, за снос там гаражей, за снос каких-то, вот, за поборы садовых товарищей, которые коммунисты там организовывают. И прочее, прочее. Вот, ну, все дается с таким трудом, вот даже видно по их расследованию. А у господина Навального, вот, все откуда-то, как из-за у кого, как вот готовые... Как целые, не то что одна какая-то разведка, а целая группа разведок работы и выкладывает, вываливает вот этот на стол Навального. Я хотел бы также, вот, обратить ваше внимание, что вот есть такой блогер, журналист Шария, Анатолий Шарий, и он там, ну, поймал Алексея на лжи. На лжи такое, что Алишера Усманова, ну, это миллиардер, да, ранний судимый, поймал на лжи, что получалось, случается так, что Алексей солгал насчет изнасилования, изнасилования Усманова. А этому изнасилованию, ну, как-то не обнаруживается. Нету ни заявителей, нету ни каких-то пострадавших, ничего нет, ну, ничего, ни Алексей не мог представить в суде, ни, вот, и как бы для, вот, Анатолия Шария, да, для него было важно вот это вот, что человек солгал, ну, такой принципиальный. Знаете, я более либеральный взгляд. Ну, наговорил на этого Усманова. Я абсолютно за, как бы, может быть, это плохо, ну, за господина Усманова не переживай. Ну, я привык анализировать все. А вот, что меня, как бы, обратило внимание, и я же тоже думаю, прав ли я в своей борьбе. Может быть, ученик Ельского университета, ну, вот, все были церушники, устраивали перевороты в странах, ставились там все на уши. А вот этот, ну, просто поучился там, получил знания, и все. Ну, всяко, может быть, случай повернулся. Вот множество людей, наверное, большинство, которые пришли на митинг в Ельском университете, не учились. А вот ему повезло почему-то. И все. Ну, бывают в жизни какие-то вот чудеса такие. Иногда, как бы говорится, чего не, каких событий странных не происходит. Но, вот, я обратил внимание, вот, на какую деталь. Вот, мы же, это же, если бы Алексей был просто какой-то журналист, нас бы это не интересовал. Ну, дают он, ну, дают ему странные там службы Франции, Англии, МИ-5, там, ЦРУ, какие-то данные. Он их вывалил. Ну, и хорошо, и все, все хорошо, все путем. Но Алексей же у нас отметит не на пост там какого-нибудь городка мелкого, пробициального. А на пост президента России ни больше, ни меньше. Поэтому мы, наверное, должны рассматривать, если у нас есть хоть капля мозгов в голове, все как Шерлок Холмс, расследовать каждую мелочь, каждую деталь. А вот эта деталь, когда он начал оправдываться, Алексей, он сослался на английского посла. Оказывается, Усманов, именно он первоначально утверждал, что Усманов где-то, значит, совершил изнасилование. Да мало ли наших олигархов совершает нечто такое. Некоторые поддерживают какие-то торнадо, едут там, как Ходорковский, там еще что-то, которые, а эти батальоны входят, насилуют, убивают. Внуки полицаев, уголовники там. Ну и все такое. И нормально, и американские послы все молчат. Ну, допустим, ну, допустим, бывший мэр или губернатор Днепропетровска, Коломойский, господин, летит голландский самолет в зону боевых действий. Что он говорит этому? Что он сказал? Ты что, с ума сошла, диспетчер? Ты что, даешь разрешение на полет? Это же все в Днепропетровске, да? И нормально, и нормально, и все послы. Фактически он подписал смертный приговор этим людям, направив их в зону боевых действий. Но что может в зоне, где идут бомбежки Донецка, где люди защищаются оружием, где с обоих сторон применяется ракетное вооружение. И что может самолетом произойти? Надо быть полным олигофреном, чтобы не понимать это. Однако он при Коломойске принимается в США, никаких послов. А вот именно Усманов заинтересовал английского посла. Но не надо быть всем пядей во лбу, чтобы понимать, что где-то этот Усманов и этому английскому послу перешел дорогу. И вот интересно, что Алексей впрягается за именно вот этого, за этого посла. За этого посла. Если так проследить, и он впрягается вот все его наезды, и если так посмотреть, вот давайте сейчас немножко представим политическую карту. Вот у нас целый класс олигархов, ну вот одни из них лояльны Путину, который вот себя провозгласил так хозяином земли русской. Вот. И говорит, я не хочу никаким раздавать там вот иностранным, как Анатолий Борисович Чубайс, коммунист, 1970-го года. Это была сама щедрость. Он давал всем. И, естественно, это вызвало конфликт интересов. вот тут и строятся какие-то мосты керченские, еще что-то такое. вот это вот не надо было, надо было вот это 50 миллиардов сложить, ну, допустим, в ящики и отправить куда-нибудь ну, там, Deutsche Bank, там, Bank of America. Это же было бы, конечно, гораздо лучше. И вот, естественно, что в этой ситуации, а вот как бы события с Крымом вообще обострили отношения, вплоть до того, что господин Макин, у которого выбежал и сказал, что мы расправимся с Путиным, как с Каддафием. Вот, ну, ситуация совершенно, совершенно очевидная, что как бы при всей либеральности, так сказать, сверхлиберальности политики Путина в отношении Запада, США, он чем-то да не устраивает, он чем-то да не угодил. Вот надо сейчас куски территории, вот отдай Крым два миллиона русских, как крепостных крестьян. ну вот требования одно за другим. И вот в этой ситуации я обратил внимание, что Алексей все время наезжает на вот богатых людей, ну, хороших, плохих, олигархов, да, но лояльных или нейтральных Путина. Вот даже нейтральность с точки зрения США служит основанием для наказания. Вот мы видели также вот все видели вот в ютубе он там выложил дискуссию с Чубасем, да, ну, такой поединок, которая руководила Собчак, где Алексей полностью подчинился воле Собчак, не поднимать неудобные вопросы для Бориса Анатольевича, да, Чубаса, коммуниста, вот, где не поднималось действительно и более того прозвучали такие ревещи, ну, если так я не буду дословно, я так резюмирую беседу, что как бы Чубас сказал, что из тебя в тюрьму посадят, мне наплевать, а Навальный сказал, что я на рельсы лягу, если тебя в тюрьму посадят, вот такая какая-то, вот такой острый, причем он вроде как критиком выступал, и конечно он там совершенно не поднял вопрос, как Чубас сплотил глазью, звучали вот цифры корреспондентов, 700 тысяч долларов за две лекции, пипец, полный, полный пипец, и удриться вот этот вопрос обойти, он даже этот вопрос не поднял, вот причем если бы Глазе был еще какой-то супер пупер академик ничего этого вроде как микроскоп не наблюдается ну и далее вот вот этой печальной картине мы если посмотрим то и везде политику Обама он избрал такую тактику что он смотрел да вот где значит бизнесмены да какую-то даже нейтральность к Путину соблюдают они подвергаются травле США и спецслужб и так далее и так далее стараются их отжать арестовать и так далее ну это сделается с понятной целью запугать всю верхушку Путина да и вот как бы использовать ее для какого-то еще очередного майдана образца 1917 или 1914 года ну 1914 у нас трудно потому что таких кастрюли головых еще поискай где-то надо даже у нас что-то что-то подобное достаточно трудно найти вот я хочу сказать вы вот и те кто говорят начинает говорить ну как вы такое несете что кого угодно вместо Путина кого угодно вместо Путина ну вы знаете вот вот но надо не надо совсем мозгов иметь чтобы такое говорить ну наверное если мы кого-то подбираем вместо Путина надо чтобы этот человек был лучше правильно чтобы хоть чуть-чуть был лучше ну чтобы не не хуже в тысячу раз как Чубайс например понимаете наверное это вот очевидные какие-то вещи ну а вот я вам рассказывал про вот это вот зомбирование надо толдычить какой-то дебильный мысль ну всю дуику и вот ну например Джугашвили вывел Россию от Сахи к ядерной державе вот эту дурю долби 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 люди тебе рассказывают доказывают что ты дурак полный а ты опять а их же много всяких этих ботов там супер ботов и они долбят 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 вот так же и вот к сожалению сторонники Алексея вот опять-таки у Анатолия Шария есть где-то видео где они все как один да кого угодно только вместо Путина кого угодно как кого угодно когда мы имели 90-е годы когда у нас было замечательно я считаю демократическое движение в 91-м году все эти люди которые боролись против коммунизма они какие органы власти не попали вы что под прессом под вот этими погаными деньгами все это все демократическое движение было изувечено скомканно выброшено на помойку что пришли к власти кому все 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 абсолютный сплошняк все члены КПСС и при этом ну я хотел бы также обратить внимание вот там сейчас молодые люди у Николая Дульского который вот руководил ну был или не руководил может быть там был одним из лидеров белого молота да которое начиналось не как бандеровское движение они действительно там против коррупции я так и слышал о них но Соединенные Штаты своей мощью финансовой через Кровавого Бастера Турчинова через Пашинских встроились в это все как они раздавали оружие там рассказывается как писалась записочка по такому-то адресу они приходят а там горы оружия просто в квартире кто сделал ну как поймаешь Соединенные Штаты при такой оригинальной хитропопой схеме ну у кого есть столько денег чтобы налево и направо там раздавать оружие оптические винтовки как у Пашинского нашли стоит Пашинский и выносится чемодан на котором только не написано оптическая винтовка в дорогущем футляре кстати говоря там ну они конечно наверное сказали что лопату выносили кто-то значит лопату вносит чуть ли не в золотом саквояж так сказать там саквояж супер дорогой вот я хотел обратить вот это ваше внимание на это потому что вот вы собрались то вы потолкались то и разошлись а вас была такая толпа я ведь просто так много людей я знаю что ну есть явная тусовка которая проплачена Алексеем да вот ну они выходят с какими-то оскорблениями ко мне к Анатолию шарю там ну все там вот есть наверное люди искренне которые также вот как в белом болоте как демократическом движении да которые хотели были какие-то позитивных борьбой с ЖКХ и прочее вот ну Александр Васильевич Суворов говорил будь прозорлив и осторожен не дай обмануть себя вот я многократно предлагал но вот вы собрались и что действия никакие вы бы могли вот кто-нибудь из вас имеет списки тех кто там был вы составили выбрали каких-то координаторов групп там хотя бы по чтобы чтобы каждый человек хотя бы 10 человек имел списочек ну в своем же кругу не то что обязательно там не там или еще что-то чтобы ведь действительно вот озвучивает это Ротенберг там Виксельберг там еще что-то он никогда вот правильно я об этом говорил раньше и Анатолий Шарий тоже об этом говорит что он никогда не скажет Ходорковский потому что Ходорковский едет и помогает сейчас потомкам полицая поэтому вот он как бы угодит поэтому если Алексей что-то скажет про Ходорковского значит он лишится поддержки не будет поддержки не будет митингов но вы вас я предлагаю вам воспользоваться я вот в отличие от многих других ну вы налаживайте вот не просто пришли и разошлись вы наладьте контакт между собой потому что у меня уже такие были случаи что потом вы обратитесь к Алексею и скажете я хочу в списке вот к тех кто людей пообщаться там мне надо выяснить какие-то вопросы я хочу какие-то планы и вам скажут а кто ты такой твой номер шестнадцатый выясняю выясняю выясняю